МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте посмотрим первый материал, а перед этим я скажу, что сегодня мы много хотели тем рассмотреть, многие у нас были пожелания, но шквал звонков именно по теплу, по расчету за тепло и так далее, и так далее. Давайте посмотрим материал наш телевизионный, где есть комментарии специалиста, и продолжим нашу программу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему в январе пришла квитанция с перерасчетом в плюс кому 3 тысячи, кому 5 тысяч? Вы, как первое лицо, завеститель генерального директора, сможете наиболее грамотно это пояснить резидентам. В январской квитанции увидеть корректировку довелось жителям города Омска уже совсем не впервые. Конечно, хочу отметить, что по стечению обстоятельств, в основном связанных с климатом, продолжительностью утопительного периода, этот год у нас оказался уникальным в части размера положительной корректировки в этой квитанции, и в связи с этим, конечно, у жителей города Омска, у наших потребителей возникает масса вопросов. Хочу сразу отметить, что в квитанции не все жители увидели положительную корректировку. Часть домов, если говорить конкретно 260, увидели отрицательную корректировку. Почему это случилось именно в 2018 году? Значит, сразу поясняю, что отопительный сезон, он оказался длиннее того, что заложено у нас в нормативах, и, значит, в отопительные периоды температура сложилась ниже СНИПовской температуры. Поэтому, особенно те дома, которые получали квитанцию в 2018 году, исходя из 1-12, рассчитанные по среднему потреблению за истекший год, увидели положительные суммы корректировки. Ребята, все-таки еще раз вспомнили три зрителя. Вот в 2018 год вы им давали квитанцию. По среднему за какой год? За 2017. А сейчас теперь у нас посчитали среднюю за какой год? За 2018. Сейчас посчитали за 2018. Вы можете сказать, на сколько дней был больше отопительный сезон, и на сколько разница средних температур? Отопительный сезон длился 238 дней, хотя в СНИПе он заложен почти на 22 дня меньше. А в 2017 мы сравниваем с 2017. Вот тут 238. А в 2017 году? Ну, там, понимаете, я боюсь соврать, в 2017 году по продолжительности он был на несколько дней, по-моему, на 6 всего короче, но тут злую шутку сыграла температура наружного воздуха. То есть, все-таки, часть месяцев отопительного периода оказалась... Ну, мы это помним, конечно, апрель-май особенно. Аномальные холода, поэтому вот все это отразилось на факте потребления в домах с общедомовыми приборами. Олег Михайлович, ну, мы с вами решили еще вместе разобраться, потому что телезрители мы врать не должны, действительно вызывает озабоченность. На 6 дней топили больше, температура была ниже, а 200 домов получили плюс. Ну, хорошо, какие-то дома провели мероприятия технические, но не все же провели. Поэтому, видимо, еще следует разобраться в причинах, почему же все-таки у них положительное оказалось. Ну, на самом деле, конечно, основное я все-таки связываю с определенными действиями жителей и администрациями этих домов, или там ТСЖ, которые пытаются экономить не только за счет того, что там утеплится и так далее. То есть, это бесспорно. Многие ТСЖ, которые могли на собрании решать начало и окончание топительного сезона, конечно, экономили. Они гораздо позже включались, гораздо раньше отключались, и в связи с этим, вот, они терпели определенный дискомфорт, но в результате получили отрицательную корректировку. Олег Михайлович, ну, я пользуюсь, что к вам пришли, известная ситуация. Во-первых, хоть мне известна ваша позиция, но телезрители хотели бы, что все ждут, когда это безобразие кончится. Вы знаете, что начальные госжилу инспекции и председатель общества потребителей обратились к губернатору с просьбой вернуться к той схеме расчетов по факту, чтобы исключить данные позиции. Готово ли Омск РТС по домам, где такие собрания пройдут, вернуть ту схему, которая успешно нами с вами совместно была разработана? Значит, отношение меня, как должностного лица и лица сейчас представляющего нашу компанию, к этому следующее. Наша компания исключительно придерживается тех норм законодательства, которые действуют на данный момент. К сожалению, вот та практика, которую мы с вами внедряли, да, она имела очень негативные последствия, в том числе для нашей компании. Поэтому руководством было принято решение, становимся на букву закона и до решения этих всех вопросов на уровне законодательства, или на уровне региона, что в соответствии с законодательством тоже возможно. То есть мы готовы идти дальше, скажем так. Олег Миколаевич, еще один момент. Мы вот говорим сегодня на примере одного из домов, потом вы скажете подробнее. Как управляющие компании ТСЖ, ЖСК себя ведут? Потому что мне, конечно, не нравится то, что когда люди приходят на прием, управляющие компании делают виновным всегда, что неправильно подсчитали ОМСКРТС и МПТК, тепловая компания. Есть ли случаи, когда вовремя не снимаются показания, или счетчики выходят из строя, или еще что-то подобное? Или они редки, индивидуально? Ну, история наших взаимоотношений в части организации работы в домах с общедомовыми приборами учета, она уже имеет такую длительную историю. Она имела определенные пики, как вниз, так и вверх в этих взаимоотношениях. По счастью, эта работа в данный момент стабилизировалась. Хотя, вот иногда бывают там случаи вопиющие, как вот в случае с домом Павла-Чаевской, где управляющая компания, уповая на нерасторопность работников ОМСКРТС, говорит жителям о том, что там что-то было неправильно рассчитано. Ну, по факту оказалось это совсем не так. Поэтому, кроме управляющей компании, у нас есть старшие по домам, есть активисты, поэтому в любой момент вы можете прийти, мы предоставим все документы, разберемся, в том числе и с участием управляющих компаний. Хотя, хочу отметить, что все-таки некоторые управляющие компании более, скажем так, нерадиво иногда относятся к этой работе, по организации работы с общедомовыми приборами учета. Ну, наверное, по счастью, по той причине, что они не мотивированы финансово за это как результат. То есть они не живут в этих домах, чего не скажешь от ССЖ, потому что правление само живет в этом доме и также рублем отвечает за свою работу в том числе. Кроме того, ООО «ОмскРТС» готова идти навстречу потребителям и предоставить рассрочку на 6 месяцев на погашение перерасчета за тепло за 2018 год. Ввиду экстремальных погодных условий, лицам, не имеющим задолженности на 1 января 2019 года, без начисления пени. Сегодня мы решили специально еще раз объяснить, как ведется расчет. И подчеркиваю то, что мы с Владимиром Борисовичем будем говорить. Это касается только домов с приборами учета. Кратко рассказываю, почему получили и как это все считается. Проверить очень просто, товарищи. На квитанции у вас, посмотрите ниже расчета, указаны показания за все месяцы. Вы можете взять, сверить, но правильно, недоверчивые должны быть наши, особенно члены общества потребителей, чтобы не надули 12 квитанций за каждый месяц. И там есть показания счетчика теплового общедомового в данном месяце. Итак, как же мы считаем? Мы берем, суммируем показания расходования тепла за все 12 месяцев. Ну, понятно, летом это будет по нулям, кроме тех домов, где горячую воду отнесли на тепло по решению собрания жителей, такие дома есть. Но в основном летом по нулям, зимой какая-то будет цифра. Условно получили за год 800 гигакалорий, я, к примеру, говорю. Потом берете, кому не лень, 17-й год. Так же суммируете и получаете условно 700 гигакалорий. То есть, вот эти 100, они разойдутся на всю площадь вашего дома. Делите на площадь, получаете за 100 гигакалорий, ну, условно разговариваем, 100 гигакалорий разница плюсом 18 к 17, мы считаем так. И условно в доме 100 квадратных метров, мы считаем упрощенным. То есть, тогда на 1 метр выпадает 1 гигакалория. Я умножаю мою квартиру, к примеру, 50 квадратных метров, и я, Доран, буду доплатить господам из Омска РТС, ну, условно любой теплоснабжающей организации, за 50 гигакалорий. Это, конечно, упрощенно, мы показываем, как расчет идет. Сначала на 1 метр, и потом на метр моей квартиры. Там, конечно, меньше будет, чтобы не смеялись, не 50 гигакалорий. Вот откуда получилось данное число. Проверить очень просто, конечно, теоретически 1%, что компьютер мог ошибиться, но это очень маловероятно. Вы понимаете, компьютер, ну, какой ему смысл вас надувать, он железный. Другое дело, что люди спрашивают, почему так, а по очень простой причине. Потому что об этом не раз говорило руководство Омска РТС. Ну, и так это понятно. Кто помнит весну прошлого года, 18-го, она была затяжная и холодная. И отопительный сезон был на 13 дней больше, чем в обычные годы. Вот за эти 13 дней мы будем доплачивать, тем более, что средняя годовая температура была ниже. Мы попросили Олега Михайловича Хелько, он подготовил справку более подробно, я не буду еще цитировать здесь. Мы ее выставляем сегодня на сайт, и там подробно написано, в чем разница по дням и по среднемесячной температуре, и почему так получилось. Поэтому, уважаемые телезрители, нужно, конечно, доверять, но проверять. Но в целом мошенничества здесь нет. Другое дело, что оказалось, что в таком положении не все дома. Да, давайте, у нас есть еще один материал, но перед этим блок рекламы. Посмотрим рекламу, а после этого продолжим. Продолжим нашу программу, давайте посмотрим материал. Ольга Николаевна, вот вы, получается, сидите в самом холодном помещении? Да, в самом холодном помещении. Расскажите, мерзните или нет тут? Ну, ни разу не включали, даже вот обогреватель. Всегда тепло, светло, хорошо все. Жильцы хорошие, доброжелательные все. Никаких не бывает скандалов, ничего. На то, что холодно, замерзнет. С вами же больше всего, наверное, разговаривают? Да. Все рады, все нормально, но. А у вас какая температура примерно? Вот вы, я смотрю, легко одеты достаточно все-таки? Ну, сейчас вот сегодня еще немножко прохладно, потому что на улице сильно холодно. Я не знаю, у нас термометра нет, но градусов 23-24 есть всегда. Жильцы дома номер 98 по улице Декабристов не мерзнут в своих квартирах даже в самые суровые морозы. И при этом за отопление в 2018 году заплатили меньше, чем в 2017. Сделать это удалось в том числе и за счет утепления подвала, входных дверей в подъезде и ответственного сантехника, который по два раза в день регулировал параметры на тепловом узле в зависимости от температуры на улице. За счет чего экономия? Только за счет того, что отслеживаем параметры. Вся экономия возможна только в осенне-весенний период. Когда дневная температура плюсовая, ночная минусовая, в этот период можно как-то экономить. В зимний период вы видите, вот минус 30. Ну, на чем тут сэкономить? Ну, вот сейчас у меня в квартире 27. Я живу на седьмом этаже посрединке. Ну, выше теплее, ниже чуть попрохладнее. Вы видите, уважаемые телезрители, то, о чем я люблю говорить. Сколько потопаешь, столько полупаешь. Если люди... Народ, он же всегда мудрый, поговорки мудрые, русский народ. Вот, если люди сделали мероприятие, они, соответственно, меньше заплатили. Тут особо и комментировать нечего. Я думаю, Олег Михайлович все сказал. Другое дело, что управляющие компании, к сожалению, зачастую к этому интереса не проявляют. Но не нужно стесняться. Это не столько стоит. Обратитесь в ту же Омск РТС или в тепловую компанию, или к частному какому-то лицу. Вам фирма с удовольствием предложит, что можно сделать. Но сначала вот я бы сделал обследование, которое можно заказать в ЦСМе на 24-й и Северный. Это там, где поверху делают. Они тепловизором проверят дом, где у вас утечка. И тогда будет понятно окна ставить, двери или регулировать тепловой узел. Но у нас есть третий забойный сюжет. Каждый месяц наша управляющая компания добросовестно составляет акты. А РТС добросовестно их подписывает. И пишет всегда так. Низкий перепад давления. Вот сегодня на нашем доме температура в 7 утра пришла на дом 103,5 градуса. А на выходе 41,7. У нас перепад давления очень большой. Нужно нам 1,5, а у нас всего 0,7. А квитанции приходят. Ну вот как нам пришла в этот раз квитанция, еще доплата. 3,5 тысячи, о которой мы не знали. Ошибка была опять-таки РТС. А рассчитываться должны жильцы. Если бы они эту ошибку нашли раньше, они могли бы эту сумму разбросать на все месяца, летние, осенние. И тогда бы сейчас не пришлось платить. Вот у многих у нас пенсии небольшие в доме. И вот каким образом они сейчас заплатив такую сумму в 5-7 тысяч, будут еще оплачивать 7 квитанций. Впереди еще содержание жилья, соответственно, водоканал, электроэнергия и так далее. Жители дома номер 15 по улице Волочаевской обратились в программу управдом с жалобами на низкую температуру в квартирах и высокую плату за тепло. А мячи не понимают, почему должны мерзнуть и при этом платить за отопление больше, чем в прошлом году. Возмутил тот факт, что платили мы исправно в течение года. Вдруг в начале следующего года выясняется, какая-то ошибка была произведена тепловой компанией. И вместо 1600 я должна заплатить 7300. То есть это, конечно, непомерные суммы просто. И почему жильцы должны отвечать за ошибки тепловой компании? Ошибки пусть признают за собой, тем более они были сделаны в начале года. В дальнейшем исправно, и не пение у нас никого. То есть достаточно добропорядочные у нас жильцы, да, мы оплачиваем своевременно. Как вы обратили внимание, мы делаем очень много для того, чтобы утеплить наше жилище. На самом деле странная история. Жильцы исправно платят по счетам, утепляют и готовят дом к зиме, но неожиданно получают в квитанциях круглую сумму за отопление. Так, например, за двушку собственники должны отдать около 6000 рублей. В однокомнатной квартире счет перевалил за 4000. Сколько начислено обладателям трехкомнатных квартир, даже произнести страшно. Но самое главное, что никто перерасчета ни один месяц нам не делает. Почему плата за отопление увеличилась почти в три раза? С таким вопросом о МИЧе обратились в управляющую компанию. В обслуживающей организации ответили – произошла ошибка. Я весь прошлый год ходила в тапочках на босую ногу. В этом году я хожу в шерстяных носках. Вот у меня сегодня на кухне я готовила обед. У меня на кухне 20 градусов. Ну, может быть, это считается нормально, когда газовая плита работает. Но некомфортно. На кухне 20 градусов, а в комнатах и того меньше. Хотя, может быть, это считается нормой. Вот я считаю, вот насчет ошибки. Кто совершает ошибки, те за это платят. И нечего чужие грехи распределять на жильцов нашего дома. Потому что большинство наших жильцов, большинство, очень аккуратно, систематически, вот сколько начислят, столько и платят. Вот я про себя хочу сказать. А тут мне начислили эти лишние деньги. Я взяла и вычеркнула. И заплатила только то, что положено платить. Пусть платят те, кто совершает ошибки. Уважаемые телезрители, скажу честно, управляющая компания данного дома, центр жилсервиса, ряк по-новому на Волочаевской, я так новые названия не выучил, это одна из хороших компаний. Обслуживают они хорошо. И прямо сказать, если бы мы заранее не получили жалобу Людмилы Михайловны Кальницкой, мы бы, по крайней мере я, не выводили бы этот сюжет на экран, что я понимаю, что это неприятно будет руководителям смотреть это предприятие. Но мы должны быть правдивы. И не стоило такое писать объявление жильцам, что виновата Омск РТС. Мы хотели сделать положительный сюжет о том, как хорошо инженер Гаруза, его руководители Юрий Данилин и Михаил Яковлевич Гальченко, вот помогли жильцам выявить ошибку Омск РТС. А получилось наоборот. Уважаемые жильцы дома Волочаевской, 15. Первое сомнение у меня возникло тогда, когда вот это объявление, которое вам вывесили на дверях, я попросил исполнить для 12 канала на бланке и с подписью. Ну и под формальными предлогами мне было в этом отказано. Тогда я не поленился запросить Омск РТС. И вот перед вами, уважаемые телезрители, справка. Это бумага, которую каждый месяц подает управляющая компания. Так вот, не знаю уж почему, или каникулы отдыхали, или какая-то другая причина. За подписью господина Данирина, это главный инженер предприятия, и ответственного исполнителя, инженера А. Ю. Горелова, в Омск РТС была представлена справка с входящим номером, с датой входящей номера тут нет, а 25-го первого. Но тут тоже нужно смотреть. Это справка 25-го первого 17-го года. За январь 17-го года. А мы говорим о 17-м годе. Поэтому смотреть надо по всем годам. И будем проверять, который тут точно виноват. Если это так, то, конечно, виновата управляющая компания. Потому что показали, что за январь 17-го года только 24 или 26 гигакалорий. Так это два года назад? А они же взяли ошибку, сейчас нашли. Они же считают по среднему 17-го года, а теперь по среднему 18-го года. И поэтому эта ошибка выявилась с 17-го года. То есть им давали мало. И теперь Омск РТС восполнили. Там компьютер ничего не теряется. И даже два года назад они эту ошибку нашли. Поэтому, уважаемые жители, мы обдадим официальное заключение. И потом уже вы будете определяться, кого ругать. Но, подчеркиваю, никто вас не надул. Просто тогда вы сами это говорите, что вы не платили несколько месяцев. Поэтому теперь вот эти, что вы не платили, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но хочу закончить чем, уважаемые телезрители. Я напомню, такие сюжеты у нас были уже один или два раза. Ведь мы платим достаточно большую сумму. Это расшифровка тарифа. Оно есть хоть в городском тарифе Департамента экономики, хоть в нашем обществе потребителей. За обслуживание счетчика тепловой энергии. Когда он не автоматический, то около 60 копеек с метра. А если автоматический, там вообще под 2 рубля. Так вот, соответственно, управляющая компания должна же нанять предприятие, ежемесячно сдавать вот такую справку. И делать ее грамотно. Если счетчик вышел из строя в зимний период, то вообще считает по нормативу. Я напомню, даже у меня такая ситуация была. В Уют-центре по дому Бородина-6. Я до сих пор, под впечатлением, мы вернули 157 тысяч рублей жителям. Потому что, а что, раз мы виноваты, жители правы. И расстались с этим специалистом, который вот это делал. Поэтому, конечно, я пусть буду некорректен, но я считаю, что все-таки кроме двух наших больших предприятий, это ЭТИС и Автоматика, бывшее оборонное предприятие. Никому я не доверяю с этими счетчиками. Конечно, потом спрашивать не скоро. Ну, Владимир Борисович, если позволите, теперь расскажу самое интересное. Но прежде, товарищи, не могу не сказать. Вот холода эти были, еще идут, так сказать, зима. Мы хотим, чтобы Омск, РТС и МПТК нас топили. Но что за безобразие, слушайте. 2 миллиарда 37 миллионов долгов на сегодня. Из них миллиард, миллиард. 493 миллиона – это наши жители. Разве так можно? Как можно не платить за тепло? Конечно, просто это безобразие. Я не беру предприятия, но те тоже 500 миллионов должны. Но миллиард 300 – это наши жители. Из-за чего же складываются эти ситуации с перерасчетом? А из-за того, что, к сожалению, в законодательстве пробел. У нас в Омской области вопрос был решен. Мы с Владимиром Борисовичем показывали это в 2015 году, когда на личном приеме Виктор Иванович Назаров решил вопрос по обращениям граждан, чтобы платить ежемесячно. Но, к сожалению, впоследствии прежнее руководство Государственной жилищной инспекции и в первую очередь заместитель руководителя госпожа Гиргейн стало штрафовать, на наш взгляд, необоснованно руководителя технооснабжающих организаций из прошлого года. Поэтому теперь ведется расчет по 1,12, который вызывает массовые жалобы населения. Наконец, на этой неделе состоялось важное освещение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на котором мы с Александром Владимировичем Бурых смогли изложить 8 вопросов, которые беспокоят население. Для того, чтобы не отрывать ваше время, я зачитаю без комментариев бумагу. Из нее будет все понятно, что мы ждем решения губернатора, чтобы вернуться к той схеме, с которой согласны и Омск, и РТС, и МПТК, что им надоело жалобы эти разбирать, которые жители возмущаются, чтобы вернуться к расчету по факту. По факту. Я буду читать кратко. Это служебная записка. Адресована она губернатору. Сейчас Михаил Михайлович ее взял и будет с губернатором общаться на эту тему, чтобы принять то или иное решение. Уважаемый, естественно, Александр Леонидович, до 2009 года установка приборов учета проводилась добровольно. С 2012 года принудительно, в соответствии с законом 261 об энергосбережении. ТГК-11, предшественная Комск РТС, и все мелкие поставщики считали по фактическим повеченным показаниям. То есть, 5 месяцев летом жильцы платили только за горячую воду. Было выгодно устанавливать прибор учета и платить по факту потребления. 2012 года ТГК, а за ним другие поставщики, перешли на круглогодичную оплату по 1,12 среднегодового показателя прошлого года с последующим перерасчетом, что сразу сделало невыгодной установку приборов учета. Федеральный закон 261 об энергосбережении не выполнялся. Даже ранее установленные приборы учета потребителей стали выводить из строя. Расчет по факту выгоден потребителям, но не выгоден поставщикам услуг. Расчет по 1,12 сейчас, наоборот, выгоден поставщикам, но не выгоден жильцам. Потому был найден компромиссный вариант. В январе 2015 года состоялся личный прием губернатора Назарова, к которому с участием руководства ТГК был подготовлен комплект документов о том, что при наличии протокола общего собрания желающие дома вновь переходят на расчет по факту. По состоянию на 1 июля 2017 года таких домов, только по ОМСК РТС, было 148, а всего по области более 180. И это количество продолжало постепенно увеличиваться. Вместе с тем, значительное количество домов решили остаться на прежней схеме расчетов по причине сложности для пенсионеров в зимний период оплачивать и на временно значительные суммы. Расчет по 1,12 прошлого года не выгоден для потребителей по четырем основным причинам. В период с мая по сентябрь потребитель авансирует поставщика услуг в условиях инфляции, хотя по статье 155 ЖК оплачивать положено по факту в следующем месяце. Проверка правильности расчета затруднена, вот о чем мы сегодня говорили. Или вообще невозможно, так это можно сделать только в январе будущего года, и нужно иметь помечные расчеты за все 12 месяцев. А если человек, например, въехал в дом в марте, то полных данных у него нет. Если поставщик тепла обанкротился, что уже не раз имело место в районах области, то расчета просто не будет. Кроме того, при расчете по 1,12 есть принципиальный спортный момент. При неработоспособности прибора учета больше месяца, что происходит часто не по вине жильцов, а из-за перебоя в энергоснабжении, перерасчетный год не проводится общий. 13 марта 2017 года на рабочем совещании Минстроя России омский опыт расчета одобрен заместительным министром Чибисом. Однако осенью 2017 года работниками прежнего руководства ГЖИ были оштрафованы руководителем РТС и котельной по ОРТШ. Назаровым была дана команда немедленно исправить ситуацию, указанный сходящий номер его поручения. Однако государственной жилищной инспекции это не было выполнено. Данное обстоятельство привело к тому, что поставщики с 1 января 2018 года отказались продлять договоры о расчетах по факту. С 2018 года требование о расчете по среднемесячным показаниям, минуя приборы учета, было распространено и на жилые дома. Жилые дома, напомню, юридически это одна квартирная, дома где живут наши ветераны и пенсионеры. Из-за чего массовый характер приобрели обращения жителей, глав поселений и глав районов области. Объяснить человеку законопослушно купившему прибор учета, что его показания фактически не учитываются, или этого он платит за несуществующее отопление, просто невозможно. Особенно, когда хозяин соседнего дома, отапливаемого газом, платит по прибору учета и только в отопительный период. Предложение. Мы просим, чтобы губернатор либо сам дал распоряжение, либо поручил разобраться начальнюю государственной жилищной инспекции и принять меры, чтобы восстановить расчет по факту. Мы надеемся, что Александр Ильич этот вопрос положительно рассматривает, что Михаил Михайлович Каракос нас поддержал. Он вообще был удивлен, что такая ситуация есть, что считает в нее прибор учета. Но любой нормальный человек, так сказать, вызовет удивление. И поэтому мы надеемся, что вопрос будет решен. И в этом году все-таки мы вернемся к расчету по факту. И варь, это безобразие прекратится. Ясно. К сожалению, время нашей программы ограничено. Хочу поблагодарить Александра Владимировича Лихачева, эксперта нашей программы, за то, что пришли, подробно рассказали обо всем. Ну, у нас вопросы копятся. И я думаю, что мы в одной из ближайших программ посвятим время вопросам подробнее. Ну, а на этом программа «Управдом» на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова